Он не должен быстро ездить, следовать светофорам на правила дорожного движения и быть не злым. Мне кажется, он должен быть внимательным, ответственным и хорошо относиться к людям. Ласка, вежливость, уважение к пассажирам – это весьма приемлемо, потому что сейчас напряжение такое у людей, что не знаешь, как с этой ситуацией выходить. А если он хорошо с тобой, тебе объяснит все, ну это считается, что это уже плюс к настроению. И все это о водителях общественного транспорта, профессионализм и вежливость, по мнению горожан. Именно такими качествами должен обладать представитель этой профессии. Сейчас рулевые автобусы в навес золота, в Благовещенске острая нехватка водителей с категорией «Д». Сергей Грицан работает в автоколонии чуть больше месяца. За плечами почти четыре десятка лет водительского стажа. Говорит, не управлял разве что троллейбусом. Был и водителем служебного автобуса, занимался перевозкой грузов. Некоторое время прожил в Америке, где также работал на транспорте. Здесь работаешь дома, находишься, как бы хорошее руководство, идет навстречу, доброжелательные люди. Сложности, городской маршрут, как бы всегда он сложный. Где-то кто-то, водители как-то есть нормальные, есть неадекватные. Ну а так вот работаем. Соблюдение ПДД, открытая категория «Д», отсутствие судимости и вредных привычек – основные требования к кандидатам. Опыт работы на автобусе тоже желателен, но не обязателен. Сейчас на предприятии требуется почти три десятка рулевых. Все сотрудники здесь официально трудоустроены, имеют полный соцпакет и говорят, на предприятии неплохо зарабатывают. В среднем 50-60 тысяч рублей. Кроме того, для рулевых, отработавших на городских маршрутах от 20 лет, предусмотрен ранний выход на пенсию. Но туда они и не спешат. Есть и по 30, и более лет работают на предприятии. Даже уже многие на пенсии за 60 лет, но они все равно не хотят уходить. Потому что коллектив очень хороший, дружный, слаженный коллектив. Люди именно приходят к нам и остаются из-за того, что приживаются в коллективе. Условия труда также стараются создать комфортные. За два последних года автоколонна 1275 закупила 14 новых автобусов. Продолжить обновление парка планируют и в этом году. Сейчас предприятие обслуживает 13 городских маршрутов и перевозит школьников. Кристина Слепцова, Юлия Мишурнова, Виталий Антонюк. Программа «Город». Кристина Слепцова, Юлия Мишурнова, Виталий Антону. Продолжение следует. Продолжение следует...